Дорогие друзья, так получилось, что сегодня у нас будет два вечера. Первоначально планировали провести вечер памяти Виталия Вершкина, нашего друг друга, на этой площадке. Потом получился, что называется, дублет. Попытали было отказаться от этой площадки, но поскольку машина уже была запущена, я говорю, ну давайте проведем тогда мой творческий вечер. Ну под эгидом моего творческого вечера мы как бы и собрались, но поскольку мы все-таки собрались, сегодня я уйду на второй план и, наверное, свои стихи буду читать во втором отделении. Ну повод есть, потому что у меня в этом году вышла новая книжка. Я, правда, ее здесь уже представлял, но не все знают. Вот «Хромкий мир» — это моя одиннадцатая поэтическая книжка, выпущенная буквально недавно в этом году. Но этот вечер все-таки я хочу посвятить издалю Вершкину, потому что именно сегодня 40 дней со дня его смерти. Я передам слово Татьяне Громовой, но сначала хочу прочитать одно стихотворение. Мне кажется, оно будет в тему нашего, ну скажем так, первой части нашего вечера. Это стихотворение нигде больше не опубликовано, оно было напечатано у меня в сборнике «Зимний уровень». Эта книжка у меня уже нет. У меня есть. Ну нет. У меня есть, примерно. Что-то, сего. Тираж разошелся. Исправить можно все, и только смерть нам не дает последнего прощания. Прощание, оправдание, обещание. Чем так богата жизни, вы говорите. Мы так бываем резки на словах, и так порогаемся, не слышим и не видим, что часто предстаем не в лучшем виде. А так глумливо, глупая, мала. Но человек уйдет, и вслед за ним возня вокруг покажется ни в чем. И обжустеет сразу мир огромный, и молча на колене преклоняется. Давайте вспомним Виталия Левушкина. Таня Трофимовна, пожалуйста. Прошу. Нам, наверное, хотелось бы вот эту часть, первую часть до перерыва вечера построить так. Я попросила бы дать мне слово дважды, минут 10-15 сейчас, и перед перерывом еще тоже минут 10-15. Я хотела бы рассказать немножко о нашем сотрудничестве с Виталием Левушкиным, начиная где-то с 30-летней давности. Немножко почитать его и мои стихи, и, может быть, мы послушаем еще вживую голос Виталия, песню и сонет. Может быть, послушаем песню, чтобы я не собередусь сначала. Песня про пальто. Вот ваше поколение и поколение моего отца, они знают, что, значит, собирать кого-то на свидание. То есть кто-то дал ботинки, кто-то брюки, кто-то рубашку. На прокат, да. А также мы тоже скидывались, кому-то покупали там со стипендии. Не ходили там лопаться за водкой, а скидывались и покупали там шапку кому-то. Ну как же, это же необходимо, Юси. И вот песенка дала время. А нету у меня пальто. Такого, как приятель носит, да нету у меня пальто. А почему? Никто не спросит. Копил я деньги день за днем. Мечтал, вздыхал от счастья муле. Как я приду однажды в нем. Как я предстану перед ней. Но нет у меня пальто. Такого, как приятель носит, да нет у меня пальто. А почему? Никто ж не спросит. Ведь деньги я не прокутил. Не пьющие, я скажу вам, кстати. Я их на время одолжил. Их занял на пальто, приятель. Вот так и нету у меня пальто. Такого, как приятель носит, да нету у меня пальто. И долг, приятель, не приносит. Пусть ветер, дождь и снег мне все равно. Прочел любовь, в ее я взгляну. Я дурак ей и без пальто. А он в пальто плетется за берегу. Точно так же великолепно владел гитарой Италии Верушкина 30 лет назад. Мы с ним познакомились в 1986 году. И первое, что он сделал, это дал мне почитать стихи Максимилиана Волошина, Владимира Соловухина. Нам жила Нембуева и говорил со мной очень много о стихах. И говорил, ну ты же тоже пишешь стихи? А я тогда их не писала. Но пришлось соответствовать и начать писать. И сначала вот в этой части своего выступления я не буду говорить о книге. О ней я скажу в второй части. А поскольку была дана такая, ну такой аванс, ты должна вязать стихи, ты можешь. Ну я и стала их писать. Вот сейчас я прочитаю несколько своих стихотворений, посвященных Виталию. И несколько его стихотворений тех лет. Я навсегда бы в феврале осталась, когда ко мне прозрачная светла, Моя любовь негаданно пришла, и я в ней словно в озере купалась. Ни бога и ни черта не боялась и закричала, если бы смогла остановить мгновение, Хоть на малость, и с молотка бы душу продала. Февраль, как жаль, ты власть свою теряешь, Последние минуты отмеряешь чуть слышными тик-таками. Пора, не отрывая взгляд от циферблата, Слежу, как неземная сила чья-то сегодня переносит во вчера. Живите так, как вас ведет звезда, Смеясь над миром, песни распевая, Селя, как в старой сказке, без труда, Из пепла всякий раз воссоздавая. В грядущих жизнях долгие лета вам процветать Я искренне желаю, Чтоб никакая неприятность злая Не заставляла замолчать уста. Звезда судьба у каждого своя, На вас слепой обиды не тая Спешу поставить точку на страницу. Но, может быть, через десяток лет Случайно вы наткнетесь на сонет И вспомните про вашу ученицу. Тебя я понимаю с полуслова, Но так желанно все твои слова, Как сон вчерашний, жду тебя снова, Тобой душа согрета и жива. А жизнь в тебе бывает так сурова, В ней мало тех, кто смог тебя понять. И странником, без пищи и без крова Растерянно придешь ко мне опять, Непонятым, обиженным, забытым, А зябшим, а душа твоя в жару, Прокладной рукой ободру, Скупые слезы со щеки небритые, В который раз котолку соберу И провожу дорогу поутру. Мы с ним однажды поиграли в такую игру. Вместе гуляли с детьми в ботаническом саду, Это была зима, мы слепили снегурочку, Потом Виталий пришел к нам в гости И сказал, Таня, а давай напишем по сонету О снегурочке, вот о той снегурочке, Которую мы слепили. И мы, значит, сели друг напротив друга за столом, И каждый из нас написал по стихотворению. Сейчас я их прочитаю. Мое стихотворение «Снегурочка» Из снега замечательно лепилось, Трудились мы, не поклагая рук, И вот на свет снегурочка явилась И удивилась, посмотрев вокруг, А дочка рядом бегала, резвилась, Утаптывая снег за кругом круг. И в этот миг мне стала ясной вдруг Та мысль, что в глубине души таилась, Творение любви и рук творения. Все в этом мире ищет повторения Во времени, назначенном судьбой. Под зорким окон, знающего неба, В проталинке утоптанного снега Две ниточки связали нас с тобой. Ну и стихотворение Виталия, Написанное в тот же день, в тот же час. Ты холодна, о, как ты холодна, Что в воздухе дыхание замерзает, И стужей проморожена до дна Озявшая душа. Ее пронзает холодной сосулькой сатана, Сознание, как аспид, заползает, И сердце твое нежное пронзает Сомнением. Одна или не одна, Но я тебя сумею отогреть, Чтоб прадостью могла на мир смотреть. Тихонько я в лицо твое подую, Чтоб ты могла опять шутить и петь, Смеяться, удивляться и гореть. Я поцелую, душу расколдурую. Ну и поскольку я перешла уже к стихам Виталия, Я сейчас хотелось бы прочитать Его ранние стихи В 30-35-летней давности, В 20-летней давности, Чтобы вы поняли, Что это был хороший, зрелый поэт Уже и тогда, в молодости. В шкатулке деревянной Жил старый домовой. Он был немного странный, С мешком и бородой. В мешке его хранились Секретные дела, Те сны, что не приснились, Когда ты не спала. Кесет, давно пропавший, Служил ему мешком, И борода пропахла Заморским табаком. Неведомые тайны Хранились по местам. Наверное, не случайно Он поселился там, Когда же ночью звездной Он тихо выходил, То костылем железным Всем зеркалам грозил. По своему хотенью Занятия выбирал, Но со своей тенью Он в шахматы играл. И, в общем-то, Все эти стихи он еще и пел. Вы представляете, Какая это была шикарная песня Про этого домового, Вот таким голосом, Верушкинским, С хорошим владением инструментом. Очень приятно было слушать. Едем мы в поезде, В общем вагоне, В общем вагоне под номером ноль. Нет, не уйти мне от давней погони, Силы своих стран жив на боль. Душа тесная, Третья второе, Лик твой печальный, Слегка освещен. Тайм неземных Я тебе не открою, Только укрою походным плащом. Пусть он тебя хоть немного согреет, Поезд не скоро тебя укачает. Утро нечасто бывает добрее Перед бессонно-земными ночами. Я подчиняюсь купелям неплахом, Миру бескрайнего воображения. Дождик в косую все стекла заплакал, А заодно и мои отражения. Но в бесконечности этих агоний Мне уготована малая роль. Едем мы в поезде, В общем вагоне, В общем вагоне под номером ноль. Очень старое стихотворение, Которое посвящено поэту Николаю Бэху, Это тоже песня была, И Виталий ее часто исполнял Уже и много лет спустя, После того, как она была написана. А написана она была в 85-м году. На обочине боссые ноги Погружаются в теплую пыль, Это вечная память здоровья, В ней развеяны небы и быль, За спиной от гремени ненасти, Не беда, если встречу виду, Люди мчатся на поиски счастья, А я счастлив лишь тем, что иду. Разве может быть в жизни иначе? Мы владеем с умой, как с судьбой. Все гоняют за мигом удачи, А я просто иду за тобой. Пусть взбивается ангел проклятия, В трудный час на меня положись, Мы с тобою молочные братья. Альма-Матер, походная жизнь, Подкрепився прохладным туманом, За ночуем у края земли, Только ветер в дырявых карманах, Только звезды в прозрачной долине, Только песни крылатые боги, Только сердце горячего пыла. На обочине босые ноги Поднимают столетнюю пыль. Сонет на рождение сына. Бог есть любовь, И он своей любовью Дарует нас любовью и казнит, Своей плотью и своей кровью Все беды прощает и вини. Но будет день, он встанет к изголовью, И колокольчик сердца зазвенит, И всех детей своих он сохранит, Собрав их в храм под солнечную пробу. Будь счастлив тот, Кто зарожден в любви, Живи и помни, Что в твоей крови Текут его божественные токи, Что рядом он, Кто ведает сердца, Что нет ему начала и конца, Что всем от него берем истоки. Тоже очень старая песня, Которую, я думаю, Виталий написал На окончании института На свой дипломный вечер. Называется «Весенвертеатр». Я жизнь ему, как песнь, посвящаю, Весь мир театр, И я его люблю. За слово головою отвечаю, И хлеб насущный поровну делю. Откроются секреты превращений, Звенят на омлетине бубенцы. Здесь каждый шаг, Ступень при возвышении По лестнице ведущий в сотворцы. Опять скрипят усталые подмостки От титулов, от званий, от имен. Ах, эти звезды, Маленькие блестки, Пришитые на замыс времен. Не перестать по-детски удивляться Простым, понятным сердцу чудесам. Не разучиться плакать И смеяться над тем, Что в жизни пережил ты сам. На свете нет прекрасней этой доли, Как балерина вертится земля. Актер на сцене, Словно на ладони, Где линии судеб, Как венделя. Пусть в зале грянет гром Рукоплескальный, И летопитец мудрости войдет. Завесит этот мир кривозеркальный, И свиток вечных истин развернет. За слово головою отвечаю, И хлеб насущный Поровну делю. Я жизнь ему, Как песню посвящаю, Весь мир театра, И я его люблю. Власть самая так. Ах, милая, смотри, Кустой кувшин Наполнил я прозрачно водой, И вмиг он стал Вместилищем души, Поющей в нем. Но стал ли сам собою? Так как дилемму эту разрешить? Чего я стою И чего не стою? Чем дорожить? Свободою? Тобою? Какой тропой? Дойти до тех вершин, Чтоб с божеством на равных говорить? И мучиться? И мыслить? И творить? И на костре любви Распять себя И раствориться в нем Мерцанием света, Чтоб ты страдала В рабстве, Усанна это, Хоть сам санует Во власти У тебя. Много позднее уже Написанное стихотворение, Наверное, песня, Покаянная. Отец небесный, Я твой сын земной, Прости меня за все, Что натворил я, За все, что делал, Думал, говорил я, И слепо брел по жизни, Как хмельной. Отец небесный, Я твой сын земной, Но не постигший Истины смирения, Прошу тебя Во имя примирения, Ты по душам Поговори со мной. Отец небесный, Я твой сын земной, Немыслимо сердечное сиротство, Смешались благородство И нуродство, И чья-то тень Застыла за спиной. Отец небесный, Я готов прозреть, Иду на свет, Не в силах оглянуться, Уснуть в ночи И в вечности очнуться, Так страшно жить И страшно умереть. О, Господи, Я жажду стать живым, Но с каждым днем Тебя в себе теряю, А тот вопрос, Который повторяю, Нацелен в горло, В солнце рожевым. О, Господи, Ты знаешь тот вопрос, Никто мне на него Не дал ответа, А в том вопросе Столько тьмы и света, Что я в него Всем существом пророс. Отец небесный, Я твой сын зимой В отчаянии, Что верю и не верю. Услышь меня И отвали мне двери. Отец небесный, Я твой сын зимой, Отец небесный, Я твой блудный сын. Я каюсь И надеюсь на прощение, Ведь радость не легче возвращения, Когда ты во Всеверной Не один. Отец небесный, Я твой сын зимой. Стихотворение, Написанное в 2014 году, Сутливое, Называется «Встреча на мосту». Остановился на мосту, Я остановился на мосту Не просто так, Без умысла, Надежды, Продолжение. Она была в дождинках И цвета, Красивое до головокружения. Она была безумно хороша, И воздух электрически искрился, И воспарила томная душа. Я сожалел, Что мне уже не тридцать. Она мельком взглянула на меня, Но это ничего не означало. И я подумал, Грусти не дая, У каждого конца Своё начало. И кашлянул два раза за спиной, Я посмотрел так пристально И нежно стучало сердце. О, побудь со мной! Само же зная, Это безнадежно. Я был влюблён, И я хотел творить, И подойти, И сразу объясниться. И только я рискнул заговорить, Как тут же отозвалась поясница. Я станцевал осеннее танго, Как вымыслом высокого полёта, Но рядом и го-го, и о-го-го, Надрывно гадатали кони хлопта. И самое последнее стихотворение, Которое Виталий посвятил Своей последней жене Светлане, Оно без названия. Написал он его 12 июня этого года. Какую песню прозучил скворец, Предвосхищая утро воскресенья, Понятными словами утешения По птичке нас приветствует творец. Мы можем обмануться, Видя то, что прячется в засаде, Ловкий, ловчий, Уловчего в природе норов волчий, И человек не разом был пленён. На леточке качается жильё, Мы в нём галдим смешными голосами, Таращимся голодными глазами, Не зная, что заточен копьё. Крепка рка, горящий взор растёр, Всяк и мерек под пристальным прицелом. Мы пыжимся задуматься о целом, Не ведая, какой горит костёр. Гнездовье на берегу реки, Из клюва кормит нас большая птица, И предстоит нам заново родиться, Всем прочим представлениям вопреки. Когда-нибудь мы встанем на крыло, Овеянные свежими ветрами, Все эти чудеса не за горами, И водят нам отрадно и светло. И новые песни, новый день трубят, И сокрушаясь, как уставший грешник, Я обживу заброшенный скворечник, И буду петь, и буду звать тебя. Ну и, наверное, своё выступление Вот в этой части я хотела бы завершить Стихотворением, которое Виталий написал В 1986 году, летом, Но оно тоже созвучно с этим, Последним стихотворением. Я его уже выставляла в сети, И оно пошло гулять по интернету, И, наверное, уже многие из вас его видели. Поэту трудно жить, а умирать легко. Поэту по ночам в окно луна тревожит, Он кипятит на плитке молоко, И, может быть, сегодня песню сложил О том, как шёл по звёздному пути, И подбирая символы, как камни, И что нам в этой жизни всем светить, И до всего дотронуться руками, И все людские тайны посмотреть, Во всех значениях слова утвердиться, И жить с огромной жаждой умереть, Чтобы хотелось заново родиться. Я улечу ночной рекой, Догнать меня уже никто не сможет, Никто не любит, печально поэту тоже. Поэту трудно жить, а умирать легко. Поэту по ночам в окно луна тревожит. Ну и сейчас, наверное, кто-то хочет... Я представляю, что Коля Леонидовича, Вы спустите, да? Да? А сейчас нам нужно... Пожелите. Спасибо, Таня. Пожелите. Позволите ли два слова сказать? Да, конечно. Вообще, у нас здесь такая свободная остановка, И все, конечно... Привет, Женечка! Обязательно вот кто, что скажет, То есть два слова... Ну и с первой... С первой... Да, да. Это небольшая пьянгла, Потому что с Виталией мы были знакомы, Дружны более 10 лет, Познакомились в Александровневской лавре, На втором Александровневском фестивале. Заводь до этого я, Скорее, с первой фестивалью, В 1934-м веке с Виталией. Всегда все равно был очень более профессиональный, Был опыт выступлений в России, За границей, По правительству ко мне относился, В каких-то стихах он, как редактор выступал. Вот я могу использовать песню. Сразу скажу, я написал песню, Посвященную Риталу, И песни теории, Потому что он мне, так сказать, Не подсказал, но понравилось. Вот. Выступали вместе. Выступали. Будет в Москве. Расскажу эпизод. Это был в 2005 году на ВДНХ. Был международный фестиваль. На ВДНХ мы приехали. Вот. Ну, достали гитару из чехла, Вот, гитара разбилась. Все, приехали. Виталий дал мне гитар. Мы выступали. Вместе у нас номинация, Родили третий место. Номинация автор-исполнитель. Вот. В Москве. Вот. Потом, когда у него случилось с сердцем, Когда его там оперировали, Помню, мы навещали Антонинской больнице. Он такой прижал. Я еще написал шутривое стихотворение. Такое, может быть, оно немножко дерзкое. Начиналось со словами его посвященную. Вот так вырвите мне селезенку. Сердце, вышите меня. Виталий. Ну, то есть, стихотворение, декорирующий покорность О судьбе, о смирении перед Богом. Виталию он неожиданно понравился. Так мы, друзья, рассказывали, что он царем его читал. Он уже в палате. Он его читал. Это стихотворение получилось, конечно, Очень оптимистично. Очень, как уже отмечали, добрые души. Поэтому вот этот последний добрый поделиться всем. Смерть его была, конечно, неожиданной. Да. Всей нашей братьей, как бы, Комниев, Александр Мевский, Лавриев, Виталий выступал не так часто. Но приходы всегда не оставались незамечены. Потому что, конечно, очень яркий, того, который бард. Я исполню песню, которая называется «Каменный сад». В причине про «Каменный сад» вышла книга сборных стихов и песен Виталия Левушкина. Три микросонетов в ней и один из венков за «Каменный сад». Как раз после той самой операции в Ленинской больнице он закончил этот венок И прислал друзьям экземпляров с пчетопотенцией. Он подарил вне, как песня сам из датовских, так сказать. И почему-то с ним немножко переписывалось, завершил. Потом написал еще один венок. Песня, которая родилась в выпуске, где, может быть, неделю-две назад. Называется «Каменный сад». Простите, я стою. Что-то не знаю. Адрес нечайный видошный скончательный, В духе сердце цивил. Не наложен, и все подытожен, и тень накопленный лод. Жизнь остротечная, глупо-сердечная, без гадарных наград. Только забор, что бросить камеру и сайт. Каменный вон, и подрежу мне елью, каменный точен червяк. Дайте копеечку, белому пенью, пусть он напьется дурак. К небу холодную, длинному воду, тянутся руки по двери. Сердце просто не в силу, спешит обмей. Жизнь остротечная, глупо-сердечная, Ты уходи, не спеши. Как неразбечный, как нкранишный, Вы признать осколком в душе. Жить мы или умерли, вечные сумерки, В капельном саду. Что там не скажешь, в горячечном белом гряду? Как внутри стены, где-то вражание, Как неразбечный, как неразбечный, Петь, пробивая, воно в подаяние, Ждать, не дождавшись друзей. К небу холодную, как без полной, Тяжестью в гостях дождем, По приведите, ведет, покаянный канон. Не качается дождь, не качается Камерный, камерный лождь, Под помними, ведет, повоскресенье, В камерных спасенье лождь. Кифа отверст, отверст, Но камерный отверст, И полетит над землей, Пасхалю сиритет, Восстой и покой. Помню постящихся, свечи молящихся, Придостаем до конца, Сружбой в раннем, Как по проявлению, Ажи встречали сердца. Где микроватом, Где пахатом, Как на них один играть, В память в питание, Можете, как в лесах. В память в питание, Можете, как в лесах. Спасибо, мои друзья, Я вас здесь сильно Обращаю с Виталием, Но помимо концертного общения, Скажу такой эпизод, Год, Я даже не помню, Два назад, Виталий, И даже как и я, Заходить в Александр Невскую лавру, Ну, У всех много чего в жизни, Но могу сказать, Что, Это был человек, Ну, Такой, Глубоко, Требетно, Как все эти, Наверное, Поэты, Относящиеся к божественному, Относящиеся к духовному, Каменный сад, У него венок, Такой духовной поэзии. Это был великий пост, Первую неделю, Читали покаянные коммуния Грицкого, Я помню, Я читал, С работы зашел в лавру, Стоял, Ну, Полчаса, Наверное, Стоял, Понятно, Что дела, Домой бежать так, И ухожу, Вот смотрю, Стоит Виталий, Стоит с палочкой, Вот, Стоит, С палочкой, Стоит, Я ушел, И остался, Такой на его вспоминание, Сталось, Духовно-могительное общение С Виталием, Ну, А песня, О которой я говорил, Это песня, Посвященная святителю Николаю, Я ее исполнил, Виталий говорит, Коля, Не ходатайством, Ходатаем, Искольмо ходатаем, Ходатайством, Люди православные, Усердно, Конечно, Напасть сезон, Ну, Я отлично, Принимаю, Что мне говорят люди, Насколько, Господи, Бог, Какой слух, Искольмо тоже, Искольмо, 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 В этой песне, Искольмо, Позвольте исполнить ее? Я хочу сказать песню, Посвященную святителю Николаю. Беловдружен, Единый, Монаша, Любовь, Идайте, Одежда, Ноги, Молю Христа, Бога, Охудрости нашей, Честного Духа, В сердцах родив, Николая, Чуды, Непестных, Сирен, Уграл, На землях Тесница Христа, На праве нашей ноги, В стесе, Испасение, Хваление Бога, Охудрости нашей, Искольмо, На праве нашей ноги, В стесе, Испасение, Хваление Бога, Вограде Христа. Сидит, Парамин, Красно, Делой теченья, Иернущий, Славя, Жангерских сил, Идет, Техочи, Стижа, Остреси, И любую язву врага, и везде, и полой, и чумный, и весной вселенной кран, Посиняет дискутца Христа, на брак нашей ноги стихсёй спасенье, Хвали и угодно, отверстия и ста. На брак нашей ноги стихсёй спасенье, хвали и угодно, отверстия и ста. На брак нашей ноги стихсёй спасенье, Хвали и угодно, отверстия и ста. На брак нашей ноги стихсёй спасенье, хвали и угодно, отверстия и ста. Вечная память Виталии. Вот сейчас, если есть четыре часа, то Александр Невской лаври сегодня служит. Через 10 минут начнётся. Спасибо, Господи. Ольга Журова. И вот ещё один яркий мужчина ушёл. Это так обидно, потому что уже, не мерьте, если на прослойка стала тонка. А как я познакомилась с Верушкиной, очень интересно. Тогда еще, наверное, мало кто его знал, это был 87-й год, он в голубой рубашке, он пел в переходе около нашего дома под башней дубой. Моя приятельница шла со знакомым пастором шведским, отмечает русскую пасху православную у нас на Невском 32. И говорит, такой интересный мужчина, так хорошо поет, она же в этой компании. И когда мне шведский пастор написал письмо, что, вы знаете, это лучшая Пасха была у нас, всем были рождены слова, Христос воскресе измертвых, муж писал это на латинском и на русском языке, и Виталий был в ударе, он пел, вот, жили 12 разбойников, да, вот это, оно потрясающе, комната 40 метров звучала, как, не знаю как, вот. Ну, и вы знаете, когда, а я на следующий день уезжала в Крым, и вот немножко нервничала, вот, себя была в черно-красном таком, вот. И то, когда начинал его двинул в окошко помахать, он на весь двор запял, моя карман, вот, хотя я не его карман была. Но все равно, к каждой женщине это приятно, правда? Вот. Потом однажды, когда у себя было юбилей, и вдруг я узнала, что сын приведет таиландского монаха на день равнение мой, а моя знакомая, а, это, самая, господи, Гузман, как ее, потом она применяла другую фамилию, вот, она привела нашего монаха, Илариона, а у меня платье сшито, спереди все закрыто, черное, черно-красное с такой юбкой, а сзади спина, вот, прям, ну, не знаю, там, да, докуда был Берис, я звоню Верушке, ну, что делать, говорит, спросила господиня батюшка, как скажут, я в Казанский собор, батюшка говорит, вы у себя будете гостей принимать, да, говорю, себе, тогда будьте такой, какой вы и хотите, ну, я тогда про испанку спела, там, пение наполнено живое, и огненные четки на руке, стук Кастанье проникнет в неземное, та-та-та-та, под оборот в реке, классический разваленный старуха, закуроресит полная огня, и Кастанье, ты скрытый пламень духа, взрываясь, скинут в танец и меня, фламенко темперамент проявляет, себя погубит в пламени кармен, гортангой крекот пение бросает в покровалость, где-то танство и измен, так что, вот, мне, я показала людям платье, вот, благодаря, что, вот, дал хороший совет мне, Виталий, Виталий, правильно, надо взять благословение, и тогда все, все получится, и платье, которое, с вырезом закопчиком, можно продемонстрировать друзьям, вот, так что, и в царство и небесное ему, он также умер, как и его муж, что, от сердца, вот, и тоже не сразу, у меня, может, на сороковой день он умер, после операции на сердце, вот, поэтому, конечно, вот, он будет в сердце, в сердцах наших, вот, сотоварищей, а также женщин, которые его любили, которые его уважали, которые просили совета, он с каждым умерем поговорил, так что, царство и небесное, сороковой день у нас слышат. Всем любви и здоровья. До свидания. Евгений Макаров. Спасибо. Спасибо. Слов нет просто. Ушел огромный кусок культуры. Слова поэта, это его тело. Вот кусок тела, кусок культуры ушел, безвозвратно, и все, ничего не скажешь. Ну, что я помню, когда я с ним познакомился, уже не помню, это было лет сорок, когда я еще, а, когда перестройка разворачивалась, сколько еще, только вот такое, что такое. И вот я тоже был уличным поэтом, который он больше не парал, а я больше словами. И вот, мы, в общем-то, родственные души в этом отношении были. И помню, как мы, вот он пел, а я, значит, на площадь, это, дворцовый, вообще, да, вот там, помните, он пел над этими арками. Я помню, так очень четко, да, очень долго, мощно пел. Ну, Казанского он пел, в полонаре, кажется, Казанского, да. Ну, я с ним вот вместе выступал вот в этой площади Дворцовой, и больше он там пел просто, извините, а я психи читал тоже свои, дети Ноевы. Это, конечно, человек был, конечно, совершенно незаурядный и, ну, была глупая, был пассиональный, как вы говорите, пассиональный, вот это яркий представитель пассиональности, пассиональный. Сам по себе он представлял как раз тот самый кусок культуры, причем традиционный, который уходит уже сейчас, последнее издыхание этой культуры. И я вам скажу следующее, что если мы, вот те люди, которые я себя считаю, на перекуте между старичками и молодежью, где-то вот в серединочке мы еще дышим, да, если мы не передадим вот это, вот эти вот формы, которые не то чтобы они должны быть все же, нет, они должны меняться, конечно, но это должно быть в крови нашей молодежи. И в связи с этим я как раз фестиваль сейчас организовал именно в знак этого. И я как раз хотел, чтобы Верушкин там, Виталий, и представил это, этот слой людей между молодежью и пожилыми людьми. Понимаете? И вот он ушел. И некому представить теперь это в такой силе оригинальности, как это мог сделать Виталий. Вот. Но тем не менее, значит, мы это не будем особо там рвать волосы на своей голове последние, а скажем так, что мы будем работать на том, чем занимался Верушкин. Он укреплял этот промежуточный буфер между молодежью и, значит, и традиционной поэзией, бардовской, все. Но он это умел делать, потому что он был уличным человеком. Он понимал. И молодежь понимал, имея дар вот такой внутренний свой, да, гений свой, да. Вот. И в то же время он нес традицию. Понимаете, вот все эти сонеты, это в принципе уже отжившая форма, которой сейчас молодежи абсолютно не воспринимается. Он ее, нес ее, и мало того, он пытался ее еще и поднять как-то, что-то такое сделать свое. В общем, вот этот фестиваль, который будет 30-го числа, я всех приглашаю, пользуясь случаем разрешения устроиться этого вечера. И приглашаю всех в качестве зрителя, может быть, даже выступающих, если будет возможность такая, значит, на ЛОВ проект «Этажи», Ликовские 74, воскресенье 30-го августа. Это с 3-х часов будет до 6-ти свободный микрофон, будут выступать молодые в основном, ну и кто там еще придет. Уже 40 человек записалось по интернету, да. Вот. А потом с 6-ти, вернее, с 7-ти до 9-ти будет галоконцент, где я постараюсь, чтобы выступили вот эти разные слони. И оттуда кто бы уйдет. Свободно говоря, молодежь, 3, человечка 4, мы дадим возможность выступить. И задача связать вот все эти пласты культуры, молодежи, среднего поколения и пожилого, со всеми традициями, все. То есть, восстановить гармонию между честью традиции и авангардом современности. Потому что традиция, это кто-то сказал, по-моему, Локон сказал, да, что традиция в культуре – это ее честь. Да? По-моему, он сказал. Вот это и так. Уже если нет традиции, нет чести. А с другой стороны, мастерство – это что? Это что? Продолжение истории. И мастерство необходимо. А мастерство – это необходим. В нем поиск, фокус. Поэтому вот такой вот. Все, я на мой понял. Но я хочу прочитать секвалинице, которая нравилась не только мне, но и Герушкину, Виталию. Мы с ним его обсуждали. Ну, тогда читать? Читаю, да. Без комментариев. 2 минуты осталось до читать. Уберите от меня капли. Не включайте в душу интернет. Посмотрите, как прекрасно утром звук манит. Дружеский привет. Посмотрите, как смеется мальчик. Как кольчевок требует колбасу. Как веселый отраженный зайчик пробежит, оставшись на носу. Приглядитесь ночью к лужи вешней. Как дрожит в ней отблизь дальний звезд. Так неужто ж в жизни нашей, здешней, можно жить, не радуясь до слез, без сетей и виртуальных грез? Уберите от меня капли. Не включайте душу интернет. Приходите. Приходите. С лица. Марина Ермошкина. Ой, Марина, не обязательно. Тут ты с верушкой на носу. Потом, потом. И не потом, вложите в желтый дед. Спасибо, что... Я не на долгое время находят. Я могу слышать слово «песок». Потому что Виталий — это мир, мир, это вселенная, это человек-праздник. Я даже сейчас стала вспоминать, когда же мы стали с ним дружить. А мне кажется, что мы дружили с ним вечно. Вот увиделись и стали дружить. И когда это было, может быть, лет 15 назад, может быть, 12 назад, я не помню. Я помню, что каждый раз, когда я его видела, у меня заполняла волна нежности, волна огромного счастья. Мы платили друг другу взаимностью, потому что Виталик — это человек, умевший дружить. Я хочу рассказать три коротеньких мгновения, которых... Их было очень много. Три коротеньких мгновения из нашей встречи. Однажды, поскольку я экскурсоват, веду очередную экскурсию. Меня... Я меняю часто маршруты, как хочу, так и езжу. Потом думаю, так и съезжу на площадь искусств. И вот у меня 50 человек за моей спиной. Я заезжаю на площадь искусств, и меня что-то неодолимое влечет, ведет. Я говорю, а давайте им, говорю, сходим к бродячей собаке. Я говорю про современных поэтов, не только поэтов серебряного века. Я говорю, а давайте... Времени, экскурсии ночных совершенно нет, потому что столько хочется показать. Еще мосты надо успеть развести. А меня влечет. Я говорю, а давайте-ка сходим... Улица-то итальянская. А давайте-ка мы сходим к итальянскому мосту. И вот мы выходим на итальянский мостик, и я понимаю, почему меня так плетло. Стоит Виталик Верушкин, видит меня, и 50 человек сзади. Он поет итальянские свои роскошные песни. Он встречает нас так, а люди решили, что это все подготовлено. Абсолютно. Он начал нам петь, мои туристы стали шарик по карманам, и 50 человек дружно положили ему в шляпу. Он сказал, Марина, приходи ко мне каждую ночь, я буду с тобой делиться. Значит, это вот тот удивительный, потрясающий момент. Я больше никогда его не встречала на итальянском мостике ночи. Но мои туристы, вот с того мгновения, эта ночь была абсолютно волшебной. Они готовы были меня за Виталика целовать. Они готовы были, они слушали меня так, как будто я причастна к какому-то волшебству. Еще встреча. Галина Димун, после страшного своего несчастья, когда погиб ее муж, наконец-то ведет огромную программу, посвященную Михаилу Лермонтову. Виталик сидит впереди меня. Я так сижу. А у меня впереди концерт, тоже моя творческая встреча. И я растяпа там, вытаскивала какие-то свои книжечки, книжечки. И у меня рукописно было написано стихотворение. И оно упало. И вдруг позвонил уже домой таким бархатистым голосом. Это звонит вам небезызвестный молодой человек. И я сегодня нашел одно стихотворение. И я ловлю эти какие-то, ну какие-то совершенно неповторимые вот эти вот голосовые, вот эти вот очаровательные, которые пленяли женщин. Вот эти я, братцы, думаю. Я говорю, Виталик, ты что ли? Он говорит, ну как мне не нравится, что ты меня сразу узнала. Он говорит, говоришь, я нашел твое стихотворение, а ты сказала, что ты меня приглашаешь на свой творческий вечер. Я хотела бы его спеть. Они сидели там с гущным. И стихотворение весьма известное. Мне и на него уже там несколько человек пытались писать песни. Они попытались с гущным меня отредактировать. Я это не позволила. Он сказал мне на это, говорит, уважаю, ты каждую строчку, Виталик, мне, говорит, ты каждая строчка отставила, как мать отставила дитя. И он вышел на мой творческий вечер. Он был приглашен в этот день. Он пришел первым и вышел. И так удивительно спел. Говорит, вы простите меня, что я еще слов не знаю. Это два дня перед моим вечером. И я говорю, я готова тебе держать ноты. Я держала текст. И он спел, осмыслял так философски, так удивительно это стихотворение, что, слава Богу, оно осталось записано. И опять же, это был подарок судьбы. И еще одна встреча. Мы идем с поэтическим вечером в Мелагинном острове. Счастливые мы, лауреаты, первое место. Идем, Ольга Миша с нами. И выходим на мостик. Виталик начинает петь. И вдруг мы видим, идет Альберто Садуле. Это из видео. Видео, которое ходит сейчас по интернету. И вот встречаются два космоса, два мира. Виталика Чарова на Альберто. И Альберто Чарова на Виталиком. Они вот так вот сошлись. Мы в восторге. Я там муж своему. Максик, вытаскивай скорее все, что есть там, дорожащими руками. Фотоаппарат, камера, что угодно. И мы сумели заснять. Впечатление, что это опять же подготовленный спектакль. И вот любая встреча с Виталиком, это всегда праздник. Для меня это огромная потеря. Но я навсегда сохраню вот в дыхании своем, в сердце своем. Моего собственного Виталика. Виталий, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Память много будет. Да, значит сегодня же, да, памяти много не бывает. И кто еще не знает, то сегодня в 18 часов Набережная Макарова, 10. Вечер, посвященный памяти Виталия Верушкина. И по переходу под него это праздник? Ну, наверное, Набережная Макарова, 10. Дом современной литературы. Много кто знает, да. Сейчас я хочу представить первую книгу Виталия Верушкина. То, что говорили про тренинга сонетов, это, по-моему, Даша. Жена Виталия делала ему подарок на день рождения сам издатовский. И очень небольшим тиражом. То есть это она сама на компьютере делала. То есть первая книга посмертная и первая настоящая книга. Выпустили издательство «Ауринфо» и серия «Битрайдер». Выпуск 36. Вот мы к 40-му дню постарались и выпустили. Потрясающе. За 40 дней. Это меньше, чем за 40 дней. То есть мы ее подготовили. Мы нашли старые стихи Виталика. Стихи, которые вот его знакомые принесли, прислали. Естественно, они не все. Но тем не менее, эта книга стоит 300 рублей. Кто хочет, может ее приобрести. Она есть здесь сейчас. И она будет сегодня на набережной Макарова. Наверное, я больше ничего говорить не буду. Хотя собиралась, но уже время поджимает. Поговори, говори. Хоть пару сих пор. Поговори. aleфрики. Я из этой книги сегодня читала. Давайте я прочитаю тогда. Оно все Украины. От составителей. Хорошо. 19 июля 2015 года. На 58 году жизни безвременно скончался любимый и ценимый многими светлый человек безграничной душевной теплоты и щедрости Виталий Верштин. Эта беда случилась внезапно, скоропостижно, неожиданно. И точно так же внезапно мы решили издать эту книгу, чтобы заглушить боль потери, чтобы поэт продолжал говорить с нами со страниц сборника. Посмертное издание принято сопровождать академическими литературоведческими статьями, предисловиями, написанными коллегами и друзьями. Но перед нами стоит другая задача. В течение 40 дней, пока согласно православной традиции душа новоприставленного Виталия незримо присутствует среди нас, пусть говорит он стихами и текстами песен, собранными в первой его книге. Она состоит из пяти разделов. Первый. Ранние произведения 20-30 летней давности, в которых уже тогда Виталий проявил себя зрелым, сильным поэтом. Второй раздел. Это стихи и песни начала века. Третий. Посвящение в акростиха, жемчужным ожерельем которых является обращение к профессору Московской Духовной Академии Алексею Ильичу Осипову. Четвертый раздел. Верх поэтического мастерства. Плод многолетнего труда. Венок сонетов. Сад камней. Стрологом и эпилогом. И, наконец, пятый раздел. Это фотографии, запечатлевшие Виталия Владимировича в разное время, в разных местах, с разными людьми и в разных ситуациях. И фотографии эти вовсе не приложения книги. Они равноправная часть. Потому что не случайно Верушкин был автором-исполнителем. Потому что здесь текст неотделим от исполнения и от исполнителя. Образ мысли и художественный образ неотделимы от внешнего образа автора. И поэтому слова и облик их создавшего сливаются на единый. Следующие книги «Виталия» и «О Виталия» они обязательно будут. Наверное, уже включат в себя и воспоминания, и другие его стихи и песни. А это вот такая книга. И сейчас выглядела гармей на стихи Володи Морозова. Кто-то просто уйдет, не выйдет в посредней строки. И лихо кончит с собой, незакончив лечением в больнице. И на стол упадет, вместе с курсом упавшими руки, И последнюю кровь Оброкинет пустые страницы. И на стол упадет, вместе с курсом упавшей руки. И последнюю грудь опрокинет пустые страницы. Не жалеть о себе, это правда не многим, но Мы пройдем погодаться, потеплевшим от непогоды. Этот путь не похож на все остальные свободы, Но хотим или нет, выбирай его все равно. Этот путь не похож на все остальные свободы, Но хотим или нет, выбирай его все равно. В памяти Виталия Ивановича. Сейчас, во время которого можно приобрести книги Виталия Ивановича. Виталия Ивановича. Виталия Ивановича.